Вот так вот горелкой подогревать автомобиль, который имеет потеки масла и пластиковые элементы не стоит. Такой горелкой отогревать авто не стоит, рассказывает Дмитрий, автомастер с многолетним стажем. По словам специалиста, завести машину в мороз поможет хороший аккумулятор, либо прогрев. По времени раз в 4-5 часов, либо по температуре двигателя, не ниже минус 18, чтобы масло не застыло. Сохранит тепло специальное автоодеяло, оно не горит, цена полторы-две тысячи. Чем-то другим укрывать мотор опасно. Кто-то хочет сэкономить на автоодеяле, берет дома какой-нибудь старый коврик, бойлок и так же думает, ну а почему бы и нет, если автоодеяло используют, я использую там какой-нибудь ковер. У каждого автомобиля есть выпускной коллектор, вот он, можно посмотреть. Он очень сильно нагревается при нагреве, потому что это не пожаростойкий материал, он просто воспламеняется и все, и вот вам уже приходите к пылающему автомобилю. Заработать на тех, у кого нет гаража или места на теплой автостоянке решили автомойки. За 250-300 рублей, в зависимости от размера авто, машину можно на ночь оставить в тепле, но места нужно занимать заранее. Вот сейчас у нас обеденное время, уже 5-6 записей у нас на сегодняшний вечер, но как показывает практика, в основном люди об этом начинают думать, конечно, после рабочего дня. К 8-9 у нас уже не будет свободных мест точно. В холода заработать получается и у уличных торговцев. Спросом пользуются шерстяные варежки 500 рублей, шапки и платки до 1000. За валенки тоже из шерсти просят 1200. Продавцы уверяют, что теплее ничего нет. Самое оптимальное – это валенки. Это пух, козий пух. Без рукав. Носки, пожалуйста, варежки. Теплее ничего нет уже. Минус 35 легко. Есть и современные средства. Магазины спецодежды предлагают химические грелки для ног, рук и даже электрические жилеты с подогревом. Жилет, который идет с аккумулятором, и сзади у жилета есть пластины нагревающие. То есть вы заряжаете аккумулятор, подключаете к нему пластины, нажимаете кнопочку, включаете как раз эти пластины, и уже не вас греют. До работы дошли в этом жилете, под пиджаком, допустим, пришли, сняли его. Есть специальные даже грелки, которые вкладываются в перчатки маленького размера. Они в небольших упаковках. Упаковку распаковываете, начинается химическая реакция, вкладываете их в перчатки, и руки ваши в тепле. Жилет обойдется в полторы тысячи. Заряда хватает на семь часов, уверяют продавцы. Грелки для рук и ног работают столько же, но они одноразовые. Цена 100-200 рублей. Ну и заключительный лайфхак лично от меня. Правда, он только для мужчин. Отпускайте бороду, с ней значительно теплее. Дело это не быстрое, но и зима еще впереди долгое. Денис Козлов, Виталий Суботин, Новости ТВК.